Все, запись включил. Тебя уже тут, да. Отлично. Ангелина, все, я запись включил. Начинай. Какая тема у нас вообще? Встреча и так далее. Светлана, тоже в чате или нет? Да, да. Всем добрый вечер. Ой, очень приятно, Светлана, что вы соединились. Взаимно. Дорогие друзья. Спасибо, что пригласили. У нас сегодня замечательный вечер, потому что у нас в нашем видеочате присутствует впервые Андрей Шель. Он еще никогда у нас не принимал участие. А Светлана у нас уже второй раз. Мы очень благодарны Светлане, что про нас тоже не забывает. Сегодня мы пригласили наших высшестоящих кураторов для того, чтобы, во-первых, пообщаться с командой и рассказать, какие перспективы развития, какие преимущества у нас перед африканскими досками. Ну и вообще рассказать о том, что бы хотели рассказать нам кураторы. Хорошо. Да, слышно. Спасибо за то, что пригласили. В каком формате мы видео нужно включать, не нужно. Первое, второе. Есть ли здесь совершенно новые люди, которые не были в Gift of Legacy. И я, в принципе, как бы хотел вести такой разговор. Никакие преимущества, не нужно с кем-то сравнивать нашу идею с каким-то другим. Просто мы можем рассказать, какие у нас возможности, какие перспективы. То есть я хотел бы вот в таком формате бы общаться. Видео нужно? Мы с кем-то будем по видео или у нас просто будет запись? Андрей, ну у нас идет запись. Не знаю, если хотите включить, просто чтобы люди у вас видели, уже познакомились, в принципе. Я просто по домашке могу. Просто если включаем видео, включаем тогда все видео, чтобы, ну, не только я один, а тогда если кто ведет, значит, и Ангелина тоже, я ее не видел еще. Загласен. Так, ну всем привет, дорогие друзья. Ну давайте тогда с чего-то мы начнем, чтобы за что-то зацепиться, чтобы у нас пошел наш разговор. Вот, Андрей, да, вижу. У тебя уже там 15 число. Замечательно. На несколько часов живешь больше нас. Но какие перспективы или откуда у нас вообще появилась идея? Идея появилась, так скажем, может быть, наверное, скорее всего, не случайно, да. То есть она появилась у нас, когда я был в Санкт-Петербурге, когда Светлана меня пригласила провести там мероприятие, на земле, так скажем, первое было, да, от Gift of Legacy. Ну и там, в общем-то, у нас зародилась эта идея. Конечно, были сомнения, да, терзали мутные сомнения, так скажем, да, но все-таки мы приняли решение. Почему? Потому что, ну, так скажем, ни от кого не зависеть, да, а все, что сейчас происходит с нами, мы могли, так скажем, регулировать весь этап или весь процесс развития, ну, так скажем, образно бизнеса, да, хотя это не бизнес, но направление в том русле, в котором мы хотим и направлять туда, куда нам нужно. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас собрался, Ангелина, видно только твою там, не знаю, что там видно, вот, собрался коллектив, лидерский состав, да, ребята у каждого за плечами очень большой опыт в сетевом бизнесе, да, если всех собрать года в кучу, так скажем, да, посчитать, тут, наверное, получится лет, наверное, 200, да, а если посчитать вообще, сколько собралось у нас сейчас людей в нашем движении, да, то это, наверное, не знаю, уже десятки миллионов лет, это точно, да, то есть, раз есть такой огромный опыт, и мы видим, что людям нравится эта идея, да, она зашла многим, легла на душу, так скажем, да, особенно после того, какие были до этого происходили события в мире, да, и сейчас происходят какие события, то как раз наша тема, она очень актуальна на сегодняшний день. Почему? По каким пунктам? Потому что в первую очередь нету никакой компании, нету никаких счетов, нету никаких президентов, да, у нас их тоже нету, у нас нету никаких учений, у нас нету никаких создателей, да, я, некоторые пишут, вот, создатель там, или как-то еще там называют, да, мы, у нас есть лидерский состав в Европе, так скажем, да, люди, которые, ну, так скажем, группа людей, которая пришла на эту идею, и мы занимаемся этой идеей, у каждого есть определенные обязанности, и каждый человек из лидерского состава выполняет эти обязанности, то есть, ну, так скажем, те люди, которые пашут, в общем, так, да, и пашут очень много, хочу вам сказать, вот, и, ну, и, соответственно, конечно, большая ответственность. Так вот, когда это, ну, появилась, так скажем, тема в мире, да, Убунту, то она легла многим людям на душу, и она очень актуальна сейчас, в данное время, потому что, ну, вообще нестабильно, непонятно, да, и верить, ну, люди уже, не знаю, настолько же, настолько уже наелись всего, где просто используют человеческий потенциал, то здесь все это происходит пи-ту-пи от человека к человеку, и плюс еще, чем мы, так скажем, отличаемся, или мы оставили идеологию Убунту, да, то есть, вот, сейчас вот за этот короткий срок, с января месяца, когда появилась тема от Gift of Legacy, Убунту, да, то создалось, я даже не могу сейчас сказать, сколько разных, даже не знаю, как это назвать, движений, или похожих, или клонов, да, кто-то на коленках просто написал, кто-то не успел, кто-то просто там сделал таблицы, собирали людей там и записывали, кто-то сделал какие-то боты, кто-то еще что-то там создал, да, но за это время очень много уже и их нету, то есть, появились и пропали, и уже многие, ну, 90, так скажем, 90 процентов уже загнулись и осталось еще парочку, да, и, ну, не знаю, надолго это будет или нет, вот, но самое главное, то, чем мы отличаемся, у нас остался тот именно костяк, лидерский костяк, да, почему, потому что многие люди идут за людьми, да, то есть, ну, так скажем, уже проверенный костяк, лидерский, который уже прошел, да, и который уже, ну, создан, и плюс, огромный плюс, мы отличаемся именно нашей идеологией, то есть, мы, у нас, соответственно, конечно, речь идет о финансах, да, речь идет о решении наших финансовых вопросов, но у нас, у нас решение под другой эгидой, да, под другой идеей заходит эта тема, и она так ложится на душу людям, где у нас как раз вот этот пазл, да, который совпадает очень хорошо, то есть, Андрей Кернер, который качает идеологию, я, допустим, делаю там маркетинговую составляющую, Светлана у нас очень хорошо подходит именно вот к технической части, да, все, что касается там сайта и так далее, так далее, то есть, к этой организационной деятельности, плюс Сергей у нас, Кель, плюс Андрей Добровольский, да, люди, которые, у которых огромные, так скажем, структуры и имеют тоже большой, огромный опыт в сети, да, и вот как раз у нас собралась такая очень хорошая команда людей, где мы, в общем-то, чувствуем силы, что мы это все уже создали, так скажем, да, очень большое сейчас количество людей уже стоит на предстарте, я даже не могу точно посчитать, но так примерно на скидку по информации, где у кого сколько, то это уже давно зашкалило за 100 тысяч, да, вот, то есть многие уже просто перестали считать, потому что заходят со структурами, заходят и заходят и заходят, да, вот поэтому тема, конечно, она очень актуальная, и она заходит очень многим людям, и она будет работать дальше, но нужно просто-напросто делать все правильно, да, то есть шаг один, шаг два, шаг три, не перебегать, да, делать все правильно, грамотно, согласно нашему алгоритму, да, и тема будет работать на долгие-долгие года, то есть она нам именно зашла, почему, потому что, ну, не однодневка, да, а именно, которая будет, ну, тема актуальная долгие годы, и, так скажем, чем сложнее, я, конечно, не хочу этого, да, но если вдруг, чем сложнее экономическая обстановка, так скажем, в мире, в стране, да, тем будет лучше работать наша система, почему, потому что как раз мы вот на данном этапе, объединяемся, да, и здесь не просто сами деньги, а именно вот этот финансовый поток, который организовывается внутри нашей системы, и который просто-напросто течет уже с совершенно другим посылом, с другим позывом, да, и деньги заряжены, ну, на добро, так скажем, да, на помощь людям, и вот как раз мы отличаемся от всех других, которые созданы, были, которых уже сейчас нет, или которые там пытаются что-то создать, то есть у нас как раз вот это вот получилось, вот этот, ну, не знаю, симбиоз, так скажем, да, он у нас сложился, поэтому я хочу вам сказать, дорогие друзья, кто новенький, кто старенький, мы надолго, да, пришли на, на этот рынок, так скажем, да, вышли, выходим на этот рынок, поэтому сейчас, конечно, у нас происходит окончание, так скажем, уже технических работ, вот подходим уже к финалу, вот Светлана тоже может быть затронет тему, так скажем, она больше в курсе, я только так слышу немножко сбоку, да, но я знаю, что у нас просто сложилась такая ситуация, по идее, почему сейчас вот все, слово года говорят, когда стар, да, то есть с утра просыпаешься, это кошмар, боишься к телефону подойти, всех интересует, меня тоже интересует этот вопрос, некоторые удивлены, почему я не могу назвать дату, потому что я ее не знаю, на самом деле, почему, потому что на самом деле, мы, подходил, был такой этап, когда мы уже приняли решение, но нужно было еще, ну как, в сетевом, говорят, куи, железо, не отходя от кассы, то есть быстро, да, и люди, когда понимают, что нужно быстрее, быстрее забежать, так скажем, в первый вагон, все пытаются, хотя у нас нету никакого вагона, у нас, так скажем, вагон, который будет идти, знаете, по кругу, как вот есть такие, игрушки, вагончики, да, железо дорог, которые, ставишь эти вагончики, и они по кругу ходят, то есть замкнутый круг, то есть то же самое у нас, у нас нету первого, последнего вагона, то есть или ты сегодня зайдешь к нам, или завтра, или через год, по большому счету, не играет вообще никакой роли, да, даже если сравнивать тот момент, когда мы заходили на африканские доски, хотя не хотел сравнивать, то до нас уже они были 11 или 12 лет, да, и мы не знали, кто там сверху, когда кто там зарегистрировался, мы зашли и просто-напросто уже с первых дней уже получали хорошие подарки, то есть здесь то же самое, да, поэтому был такой момент, когда нам нужно было, так скажем, еще подождать с объявлением о нашей задумке, но в тот же самый момент уже, так скажем, просочилась информация, и люди начинали нас уже требушить, да, и поэтому мы объявили, хотя немножечко сделать это раньше, рано, да, почему, потому что на самом деле то, что мы делаем мы, оно не создается за месяц, за два, и даже за три, это примерно делается как минимум от трех до шести месяцев, спросите любого грамотного программиста, они скажут, что такую махину создать требуется три-шесть месяцев, да, у нас еще трех месяцев нету, как мы, так скажем, начали это, ну, создавать, да, поэтому мы подходим по срокам нормально, да, то есть нормально подходим по срокам, и мы хотим, чтобы вы понимали, сделать это так, что, почему, потому что огромное такое количество людей, вы должны понимать, если сейчас махом зайдет сразу же насчет регистрации, больше ста тысяч человек, то никакое железо не выдержит, да, вы должны это понимать, поэтому оно должно быть хорошее, да, и оно должно быть, ну, нормальное, и оно должно работать, поэтому и делаем хорошее тестирование, цепляемся к каждым заковыркам, да, каждым крючочком, чтобы все было гладенько и хорошо, поэтому, дорогие друзья, терпение, пожалуйста, я тоже не знаю сроки, но я знаю, что мы уже движемся к концу, скоро будут, будет все готово, чуть-чуть терпения, поэтому в это время используйте его правильно, именно вот на этом, так скажем, я не люблю это слово хайп, но нужно подразумевать, вы знаете, что такое слово хайп, на не тот хайп, где там людей обманывают, да, а хайп, это именно на новостях, так скажем, на новостях, вот на этих новостях идут регистрации очень легко и просто, и я вижу, есть у меня ребята, которые месяц назад структура была там, подождите, полтора месяца, структура была 200 человек, через три недели структура была 4000 человек, сейчас она уже зашкаливает, уже за 20, они уже потеряли счет, понимаете, то есть именно поймали эту тему и меня даже просят на ухо, говорят, подожди еще недельку-другую, да, у нас как раз тема пошла, понимаете, то есть именно сейчас вот на этом моменте идут очень мощно, ну, пока на листе, я вижу, Андрей у вас, зашел сегодня ваш чат, вижу, грамотный человек, да, то есть у вас все это уже задокументировано, вы уже стоите на листе, останется просто-напросто перенести, так скажем, с одного листа на другой и дать вам просто-напросто вход в кабинет, поэтому сейчас используйте это время для себя позитивно, да, трубите, используйте, вот я просто говорю, что вот на самом деле, да, у меня на столе лежит вот список имен, да, я такой же, как и все, я тоже занимаюсь регистрациями, у меня тоже записано, ну, я не такой грамотный, как Андрей, я еще работаю, как Памон, да, но у меня все это на листочке, но записано, и я кружочки веду, поотмечаю, подписываю, это все есть, поэтому делайте просто-напросто, ну, у каждого свой, так скажем, темперамент, метод работы, да, но в любом случае, сейчас время золотое, вы потом вспомните, когда мы запустимся, пройдет 2-3 месяца, вы скажете, блин, вот что же я тогда, было такое, знаете, тут сейчас, ну, оно и тогда будет, но вот именно настроение, вот это вот предпраздничное настроение, оно сейчас, да, и поэтому вы должны его передавать сейчас, то есть нужно делать на каждом этапе определенные какие-то правильные шаги, моменты, движения, на каждом этапе, сейчас очень важный этап для создания именно вот этого фундамента вашей структуры, которая, возможно, будет вас потом кормить всю вашу оставшуюся жизнь, понимаете, дорогие друзья, поэтому сейчас, то есть вы делаете такой задел для себя на данном этапе, в данное время, что может быть та же самая, когда мы не запустим сайт, может сыграть для вас такую кардинальную роль, что вы просто офигеете от того, что вы можете смотреть за эту неделю, поэтому просто-напросто я всех прошу, не спешите, вот знаете, как оно сейчас идет, да, нужно эту ситуацию просто вот, ну, ее отпустить, да, расслабить, не напрягаться, вы не переживайте, да, уже Светлана говорила, что вы утром проснетесь, а сайт открыт, и вы об этом узнаете последний, мы предупредим всех за 3-4 дня, в данном этапе, отпустите ситуацию по поводу открытия сайта, старта, а делайте вот эти шаги, которые я вам говорил, действуйте сейчас, и вы потом скажете на самом деле, что я был точно прав в данной ситуации, поэтому, дорогие друзья, вот именно то, что мы сейчас делаем, да, и делаем, ну, и сам маркетинг-план, который мы, ну, переработали, обработали, не знаю, как скажем, да, вот, сделали такой плавный, скользящий, чтобы, ну, на самом деле, как я уже сказал, если собрать лидерский состав и количество времени, кто люди находятся уже в сети ВОН, то это уже, ну, не знаю, под десяток, под сотню, под 200 лет, как вы думаете, если люди уже имеют такой богатый опыт сетевого, какой может, должен быть, или может быть, маркетинг сделанный? то для себя же делаем, понимаете, мы же делаем для себя, и мы понимаем все, так скажем, боли и чаяния, и все те моменты, которые нас интересуют, которые нам нужны, поэтому мы эту тему, так скажем, и замутили для себя, для нас, для всех нас, понимаете, чтобы вот именно всё это было под нашим контролем, чтобы мы не зависели ни от кого, если на сегодняшний день технологии меняются, да, появляется что-то интересное, возможно, сейчас, допустим, маркетинг выглядит таким образом, мы походим, походим по этим доскам, и утром кто-нибудь проснётся, скажет, Эврика, да, не знаю, вот раз, и проснулся, и Эврику видел, и если мы эту Эврику посмотрим, она будет выгодна для всех, ребят, дадим задание программистам, запилим, и будем работать дальше с Эврикой, понимаете, то есть ни от кого зависеть не будем, поэтому здесь мы, здесь нету президента, мы здесь все на одном, так скажем, уровне, да, но только единственное, есть лидерский состав, который взял на себя вот эти определённые обязанности, которые тащат это, да, поэтому старайтесь, дорогие друзья, ваших лидеров, с одной стороны, беречь, да, иной раз, но просто-напросто, на самом деле, вот нервную систему, берегите этих людей, правда, я понимаю, я понимаю, что многим нужно, лидерам, да, тоже информация какая-то, да, и нужна эта энергетика, потому что я знаю, что с вас тоже пьют кровь, но вот сейчас то, что я говорю, я говорю всем, да, об этом, ребят, расслабьтесь сейчас, да, эту ситуацию отпустите, потому что я чувствую, что она находится в таком же зажатом состоянии, и чтобы она сейчас дальше заработала, мы должны отпустить это, чтобы все выдохнули, понимаете, чтобы было всем, ну, спокойненько, легко на душе, и тогда пройдёт процесс дальше, легче и хорошо, и люди это уже это видят, и будут чувствовать, что у вас на душе всё зашибись, понимаете, поэтому это работает на, ну, вот на каком-то уровне, да, это работает, и работает очень хорошо, и я знаю по себе, и если на душе классно, хорошо, и передаётся вся эта энергетика, точно так же легко, и зажигаются люди точно так же легко и хорошо, и будут притягиваться к вам люди такого же плана, такого же, ну, не знаю, состояния души, той же самой энергетики, такого же характера, нормальные, качественные люди, поэтому нужно сейчас просто-просто вот расслабиться, да, может быть, даже кому-то, может, пару дней вот сидеть на речку, погоду я вижу у вас в России, налаживается, седите, отдохните, на дачу сгоняйте, просто вот расслабьтесь, да, у кого-то, если вы чувствуете, ещё нужно поприсутствовать, и поработать с командой, да, кто взял на себя эти определённые обязанности, конечно, не убежать, да, но делать это, но в другом настроении, в другом ракурсе это всё думать, и слово года, когда старт, давайте мы немножечко его расслабим, он будет, дорогие друзья, просто расслабьтесь, это неизбежно, он будет, да, объявим дату за 34 дня, все успеете, всё будет хорошо, да, и сделаем всё грамотно, поэтапно, чтобы наш сайт выдержал, и вы видите, конечно, что тема очень хорошо заходит, и сейчас на самом деле уже выходим на такие, на другие рынки, да, сегодня у нас уже, я смотрю там в одном чате, в питерском чате уже пишут, ребята, на английском языке нужно перевод, уже Индия интересуется, да, нашим проектом, понимаете, то есть это тоже ихняя же тема, согласны, тема любого, любой страны, любого человека, поэтому сейчас мы находимся вот в таком зародышном состоянии, да, и поэтому надо аккуратненько с этим зародышем, да, не перепугать его, да, то есть вот именно сейчас формируется характер нашего движения в данный момент, надо, чтобы оно было с очень хорошим, классным, лёгким позывом, да, чтобы не было никаких напрягов, чтобы там грыжа не вылезла, в конце концов, от того, что постоянно этот ребёночек орёт и плачет, да, когда, когда, когда старт, чтобы мы разлабились, понимаете, то есть нужно сделать правильный, нормальный позыв, посыл, не знаю, да, даже вот во Вселенную и вернётся всё точно так же, чтобы мы расслабились и сейчас просто-напросто делали, выполняли те условия, которые, движения, которые необходимы в данный момент. А остальное, дорогие друзья, мы берём на себя, так скажем, эту ответственность, раз мы уже потянули эту телегу и будем тянуть. Вот, я не знаю, по маркетинг-плану, сколько я тут наболтал, но коротко тогда расскажу, потом, может быть, Света ещё возьмёт слово и, может быть, перейдём на вопросы. Вот, то есть по маркетинг-плану, как я уже сказал, соответственно, мы делали для себя, то есть шёл хорошо, что без оцепок и понимаем, как он должен быть, да, чтобы не было этих там сучков, задоренных, чтобы люди не спотыкались, а перетекали очень плавненько, да, и именно, чтобы люди не застаивались и уже, не знаю, сделали, ну, такую воронку продаж, да, вот её такую уже сделали, эти 12.50, ну, уже, я уже лучший воронки продаж, на сегодняшний день, но не вижу на рынке, да, так это называют, то есть уже, ну, легче входа, ну, просто нету, ну, даже, ну, не знаю, с любым уровнем дохода ему этот вход по силу и привести таких же двоих людей с таким же уровнем дохода под силу любому человеку, а вот теперь уже просто-напросто ваша задача этих, этих людей, да, у нас есть составляющая сетевого маркетинга, ваша задача этих людей, конечно, разогреть, ваша задача этих людей смотивировать, бегая в стерунг, восторг в них поселить, показать возможности, показать дорогу, показать, за кем они должны идти и показать вашу силу перед этими людьми, дорогие друзья, вы понимаете, о чем я говорю, да, поэтому еще куда легче воронка продаж 12.50, ну, елки-палки, уже легче просто не бывает, начинает уже просто-напросто только зайди, я даже за тебя подарю, под всяким соусом, поэтому здесь, здесь я считаю, что вот эта воронка продаж, да, и, конечно же, человек, когда заходит, он должен за, так скажем, за свой успех заплатить какую-то цену, но у нас уже настолько эта цена минимальная, что, ну, просто меньше уже, ну, блин, ну, три рубля бы мы еще бы сделали, да, вообще был бы смех, поэтому минимальный вход, да, с очень хорошим маркетинг-планом, да, с очень хорошими подарочными выплатами, так скажем, да, и с максимальным, то есть тут для каждого человека, любой человек решит свои финансовые вопросы, любого плана, был он сетевом, не был, на работу он ходит, маленький доход у него, большой доход, банкир это, не знаю, или кочегар, или тракторист, или же колхозница, или же доярка, не играет никакой роли, все будет зависеть только от вас, программа минимум, да, для тех людей, которые, ну, вот, совсем, совсем в начале 12.50, а я, конечно, рекомендую лучше всего начать со 100 долларов, тем более в начале, почему, для того, чтобы они, эти доски закрывались быстрее, чем быстрее, тем результат будет быстрее, и просто-напросто, вот тогда появится у людей вера, когда вы покажете, смотри, так, утром проснулся, тебе уже 8 подарков, раз пришло, вот он, показал, да, люди, которые еще, может быть, не слышали, не знают про эту тему, поэтому, конечно же, я всем рекомендую на 100, но сделали мы 12.50 для тех людей, у которых, ну, тяжело, так скажем, с деньгами, или же те, которые были в GIFTUH Legacy, не получили свои подарки, могли, при желании, могли, да, начать здесь, да, опять же, я не мотивирую никого, если кого-то устраивает, нравится, я там тоже остался, и двигаюсь, и не собираюсь, так скажем, этот проект закрывать, почему, потому что, ну, возможно, сейчас какие-то изменения происходят, и, возможно, можно будет параллельно это двигать, и более у меня там три подарка на золото, дорогие друзья, сделал, поэтому чуть-чуть осталось доплатенной, и, ну, и команда есть, соответственно, поэтому, скама-то у нас нету, у нас нету ни президента, кто бы закрыл проект, да, у нас просто-напросто дарим друг другу подарки, поэтому, тот план, который мы сделали, да, который мы подпилили, так скажем, под себя, да, то он как раз дает возможность человеку не останавливаться, а идти, получать, увеличивать, увеличивать качество жизни, увеличивать стоимость подарков, да, и каждого человека это будет просто-напросто мотивировать, и рост будет просто колоссальный, и будет постоянный, постоянный рост у людей именно вот в этой подарочной деятельности, вот, что я еще хотел сказать, поэтому, дорогие друзья, вот, я думаю, что вы меня услышали, что сейчас нужно делать, в каком состоянии нужно находиться, да, и просто-напросто, ну, осталось небольшой срок по сравнению с тем, что мы на сегодняшний день уже прошли, да, и я вам хочу сказать, что мы по плану двигаемся правильно все, да, просто, соответственно, хочется быстрее, я это понимаю, я тоже очень сильно хочу, но чуть-чуть, чуть-чуть подождем, вот именно на вот сейчас на этих новостях строим свою команду, создаем свой фундамент, строим свой хороший, классный дом, который будет нам давать очень хорошие плоды, да, и, так скажем, развиваем свою семью, ну, у меня, в принципе, все. Окей, вопрос такой, вот, сейчас вот, возможно, не только меня одного, но и других зовут в разные проекты, так сказать, как это сказать словами, ну, грубо говоря, в бурт еще не запустился, вы бы, мы зашли, может быть, к нам в проект, пока попробовали, там, заработать, и потом запустится уголки, пойдете туда, я просто людям объясняю, ну, во-первых, непонятно, куда идти я не хочу, и команду вести непонятно, куда, вдруг люди там еще деньги потеряют, я тоже не хочу, и вот, Андрей, может быть, как бы, сказал бы, если ты знаешь, на какой вообще, не знаю, стадии, что ли, до запуска, допустим, сайт готов, вы тестируете его, или вот, ну, как-то вот так-то, чтобы люди, ну, не разбегались, потому что их начинают, ждут, тут, возможно, где-то думают, что упущенная выгода, могли куда-то раньше зайти, где-то что-то заработать, уже зайти сюда на сто, ну, я считаю, что как бы не нужно бегать по проектам туда-сюда, потому что можно еще больше потерять, вот, что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, в каком состоянии Света скажет, она больше в курсе, а я вам хочу сказать, чисто мое мнение, ну, или я по характеру по своему такой человек, да, и вокруг меня, в принципе, собираются люди такие, может быть, кому-то это не совсем нравится, кто-то другой, но я, в принципе, про это не молчу, да, и говорю, я по характеру такое, я хочу делать что-то одно, хорошо, да, и постоянное, и, в принципе, и собираю у себя команду ту же самую, а люди, которые, знаете, говорят, говорят, если ты не зайдешь, то твои люди все равно сюда зайдут, понимаете, не клюйте, дорогие друзья, на это, это просто уловка, да, это нажимает на чувство жадности, на ваше чувство жадности нажимают люди, да, если человек нормальный с мозгами, все понимает выгоду его, и у него есть команда, и он, знаете, вот как человек, если завязит куда-то, да, в какое-то, то трудно потом оттуда вылезти, тяжело, раз ты сюда пошел, то и за собой ты тоже так же и тащишь людей, а это ваш авторитет в первую очередь, понимаете, о чем я говорю, я не буду, я говорю между строк, чтобы все понимали, о чем идет речь, поэтому состояние осталось немножко, да, то, о чем речь, насколько это, и какие перспективы, дорогие друзья, то тут вот этот совершенно короткий срок не играет вообще никакой роли на данном этапе, но для вас он сыграет позитивную роль, во-первых, на ваш авторитет, во-вторых, на вашу команду, вы ее сохраните и приумножите за это время, но в конце концов какие-то там, не знаю, 5-10 дней, 20 дней, не знаю, не могу сказать, 3 дня, полдня, да, для вас в финансовом плане ну не сыграет никакой роли, да, все равно вы же вот в данном этапе вы же живете, да, то есть вы справляетесь с финансами, не знаю, с домашним хозяйством, как-то что-то, я понимаю, кто-то рассчитывал, да, что-то еще, но в любом случае подождать еще пару-трешку дней и для вас не грозит в какую роль с перспективой о том, что у вас будет, ждет вас впереди. Вот, Света, может быть, ты тогда ответишь на вторую часть вопроса? Да, доброго времени всем. Немножко, да, добавлю по этому поводу, что зовут люди, да, и меня неоднократно зовут тоже, и я смотрю, многие в чаты добавляют, кто-то спрашивает, кто-то не спрашивает, закидывает нас туда, да, и со всех сторон летит информация, понимаете, просто какой вариант, вот, на рынке много чего есть и появляется, и будет появляться еще даже после запуска Убунты, и это говорит только об одном, что эта тема очень актуальна, и она многим заходит, и еще вот сегодня у меня были встречи, которые люди там с городов еще даже и не были, ни в Легосе, нигде не были, то есть еще многое количество людей, которые даже и не знают, что это, и я сегодня с нуля объясняла людям, что вообще такое за подарки, как можно двигаться и помогать друг другу, объединившись, что можно тут получить, какие, какие вопросы закрыть, и есть опыт в команде, когда у меня там часть структуры пошла в другие различные проекты, но зашли они туда, двигаются как могут, но они понимают, что как бы они там не двигались, откроется сейчас наша платформа, и они все равно все будут заходить сюда, а поскольку, если зайти там в какую-то сейчас другую ветку, ну, вы же понимаете, алгоритм, в принципе, примерно одинаковый, количество людей надо одинаковое, да, результаты, какие вы получите там, какие здесь, это тоже разное, абсолютно, и вам надо туда, чтобы дойти до какого-то хорошего результата, не просто так на день-два заскочили и что-то там получить, успеть, да, может, вы первый из лидеров, кто зайдет, что-то и получит, дойдет там до какой-нибудь серебряной доски, может, даже до золотой, но те люди, которые останутся позади и уже запустится проект, понимаете, и которые, они только еще зашли в параллельное, например, движение, а вам уже все запустился основной проект, и вам надо сюда уже бежать, и понимаете, и вот это вот раздергивание людей, оно, ну, не приводит к тем результатам, как правило, это только теряется, теряется состав, очень много отваливается, это одно дело, когда вы там, у вас человек пять, небольшая команда, но когда у вас там тысяча, две тысячи, вы представляете, как это взять вот эту всю стаю и завести куда-то там в параллельное, это пока бежишь по кочкам, половину растеряешь, поэтому здесь принимает решение каждый, индивидуально, конечно, мы не можем сказать там все, там никуда не заходите, и вот ждите только наши движения, и все, нет, вы свободные люди, у нас здесь нет рабовладельческого строя, да, вы сами принимаете свои решения, у кого-то разная финансовая ситуация, кому-то надо там кредиты, еще что-то платить, у кого-то может безвыходная ситуация, это все естественное, но спокойно надо к этому относиться, конкуренция, она всегда есть, и посмотрите, сколько компаний открывалось, да, тех же продуктовых, сначала была там одна, Амбей там самая такая, да, потом же их сейчас под сотни, под тысячи, и каждый работает, и каждый нашел свою публику, и своих, так скажем, свою аудиторию, поэтому здесь не надо бояться этого, все познается в сравнении, и у меня многие, кто куда-то убежал, сбегал, но в итоге они сказали, все, мы набегались, не хотим больше, стоим, ждем запуска, мы уже сходили, поплавали там, вернулись назад, понимаете, если вы хотите получить такой опыт, конечно, ну, сплавайте, далеко уплывете, я не знаю, да, вот, это что касаемо параллельных движений, да, а по поводу старта, на каком, на какой стадии, ну, уже там остается считанные какие-то мелочи, буквально доделать, там, которые нюансы вылазят, и вот ждем, что в ближайшее уже время, надеемся, что это будет там, ну, не месяц точно, да, там какая-то может, возможно, следующая неделя, и то я уже боюсь называть какие-то примерные сроки, даже примерные, мы точные, конкретные сроки можем сказать, когда нам уже отдадут платформу, то есть она еще даже не в наших руках, мы ее не смотрели, то есть ее сейчас тестят сами программисты непосредственно, и когда они, естественно, ее тестят, там какие-то подчищают хвостики, которые вылазят при тестировании, поэтому там уже писали, что готовы там на днях отдать, сейчас еще какой-то нюанс там вылез, дочищают, поэтому ждем вот сами с нетерпением, и когда нам отдадут эту платформу, тогда мы скажем все, ребята, все у нас, это все в руках, и вот такой-то срок, мы назначим этот срок, что вот тогда-то точно 100% мы уже объявляем об этом, что будет официальный старт, получат там реферальные ссылки и прочие люди начнут регистрации. Андрей? По поводу того, что в чате, да, то, что вот сегодня говорила Ангелина, по-моему, да, что мы, я там пару раз была, Андрей сегодня первый раз к вам пришел, ребята, спонсор достается тому, кто его достает, не стесняйтесь, если нужна какая-то помощь провести голосовые или какие-то разъяснить моменты, то, конечно, дайте нам знать об этом, потому что народу много, мы постоянно на зумах, постоянно где-то в каких-то чатах участвуем, и поэтому всегда рады откликнуться, если люди просятся, конечно, мы никогда не отказываем, приходим и находим время, чтобы провести видеочат голосовой и так далее. Анатолия, есть что-то спросить? Да, я еще хотела сказать, вот смотрите, все же, ну, я думаю, всем понятно, что зайти на 100 сразу же 12 или зайти сразу же только на 12 огромная разница, потому что движение будет гораздо быстрее, а 100 рублей по курсу ЙОСДТ это 6 с лишним тысяч, но я считаю, что это не такие большие деньги, чтобы потерять такую возможность быть раньше и на вечной бронзе, и на теребряной доске, и на золотой доске, поэтому вот Андрей и Светлана, вы все-таки так же считаете, как я, что 12 это хорошо, но это для слабеньких, и наверное у кого нет таких высоких целей первоначальных, потому что мы собираемся дойти до Слово слабенькое мы не будем говорить, Ангелина, почему что мы говорим, да, в принципе, знаете, мы людей не напрягаем на деньги, и мне чем система наша нравится, потому что мы никого не напрягаем, там, микрофон выключите, а то фонит, микрофончики выключите, а, все, спасибо, вот, и почему лучше 100, потому что особенно в начале при регистрации, когда доски должны закрываться быстро, а они закрываться будут доски быстро, когда бронзовые доски, когда будут делаться подарки, когда будет происходить закрытие, да, и если человек заходит на 12-50, то ему нужно пройти, так скажем, круг, попасть на бронзовую доску, и, а бронзовая доска будет его, допустим, ждать, да, то есть вот его спонсор, так скажем, стоит уже там в строителях и ждет, когда ты будешь делать, сделаешь 4 шага в доске на 12-50, а вас там будет ждать 14 человек, понимаете, поэтому лучше сейчас, чтобы была динамика, быстрее доски закрывались, особенно, да, и я рекомендую и говорю всем, я не мотивирую и не развожу там, так скажем, ну не на деньги, а на то, чтобы люди заходили на 100, но вы должны понимать, что пригласители будут давать ссылку реферальную людям тем, кто будет заходить на 100, чтобы не держали эту очередь, чтобы доски закрывались быстрее, чтобы вы не ждали, когда там пройдут, а 12-50 вы можете зайти даже параллельно, да, ну или же раз человек заходит на 12-50, то значит у него и цели, в принципе, такие, да, получится, не получится, как лотерейку, да, куплю лотерейку, выстрелить, выстрелить, не выстрелить, не выстрелить, я считаю, те люди, которые заходят на 100, то у них уже совершенно и другие цели, поэтому, ну, соответственно, и очередь тогда будет другая, да, то есть будет очередь одна на 12-50, другая очередь будет стоять на 100 и так далее, Поэтому я считаю, что лучше, конечно же, для скорости заходить на стол. Так, я думаю, не будем долго держать Андрея и Светлану, там не так, как уже время к вечеру, у меня вообще ночь уже. Давайте, может быть, пробежимся по вопросам, у кого какие есть, и отпустим уже Андрея и Светлану. У меня есть вопрос. Да, 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 у меня есть вопрос. Здравствуйте, одному и второму Андрею. Приятно, что здесь собрались, да, потому что этот вопрос, как говорится, предстартовый, он уже назрел, да, потому что сейчас касаемо маркетинга, я так понял, трактовка у каждого немножко искаженная, да, идет, и своя. То есть с какими-то дополнениями. Вот, касаемо вопроса двух рефералов, да, которых мы приводим. Я с Андреем уже проговаривал этот вопрос. Ну, в принципе, то есть я так и не понял, да, то есть до конца. Двух рефералов, которых я завожу, я, мои рефералы также, да, то есть я сам на сотку захожу, на бронзу, да, двух рефералов, получается, закидываю на медную доску. Соответственно, они, в принципе, идут, мне их надо будет дожидаться, или все-таки они взаимозачетом уйдут потом, в последующем, к другому человеку просто, и все. Нет, тебе нужно будет их дожидаться, когда они пройдут в медной доске круг, когда они станут на легенду, когда они получат свои 100 долларов, и тогда тебе нужно будет заходить на бронзовую доску, и давать им, сделать тебе шаг, и давать после этого им, ну, запускать их на бронзовую доску. Немножко не так, потому что мы, когда заходим в кабинет, регистрируемся, мы, пока мы не встали на доску, пока нас не подтвердили, мы не сможем дать реферальную ссылку. Поэтому, соответственно, если вы заходите на бронзовую доску, и у вас всего два приглашенных ваших человека, которые зашли на медную доску, да, то есть они-то зашли, по идее, вы квалификацию их пригласили, но квалификация в кабинете у вас будет светиться только после того, как они со стартовой доски придут к вам на бронзовую и сделают там подарок. Опять же, как долго они там будут на той медной доске выходить оттуда, да, то есть они могут за это время, пока вы, вы уже в любом случае, вы зашли, вы подарили подарок на 100 долларов, у вас получилась реферальная ссылка появилась, но доска начинает двигаться, и если вы дошли до легенды, то все, вы без квалификации и не дождались за это время ваше, еще к вам не подтянулись, то вы получили обратно свои 100 долларов и прокатились круг, можно сказать, в холостую, потеряли время. Здесь вариант какой, либо самому тогда, если у вас всего два личника, и они пошли на 12.50, договориться, либо вы сами вместе с ними заходите на эту доску, первый получаете эти свои 100 долларов, дожидаетесь их, когда они выходят с легенды, и тогда вы уже как раз втроем можете присоединиться, да, либо там у них остается 2-3 подарка получить, вы уже можете заходить на бронзовую доску, как раз пока она прокроется, вы встанете в позицию строителя, и эти люди к вам уже туда подтянутся. Все понятно теперь. Светлана или Андрей, еще скажите, пожалуйста, что очень важна и ширина, и глубина, и что вначале мы приглашаем два личника, а потом еще у нас должны добавиться еще личники, верно? Да, смотрите, если у вас есть, например, больше двух личников, то это всегда плюс. Конечно, если у вас только всего два личника, то добавляйте их в первую очередь, а потом уже, возможно, вы пройдете второй, третий круг по бронзе, может, у вас потом через неделю, две еще вдруг появится, вы же кому-то позвонили, с кем-то встретились, и люди тоже захотят присоединиться, а вы уже, возможно, будете на серебре, то вы можете дать как раз реферальную ссылку. Возможно, вы будете на бронзе стоять где-то, может, на гиде, может, на строителе, может, на дарителе, там уже будете смотреть по ситуации. В любом случае у вас это вторая, третья бесконечная доска будет, а для ваших новеньких это будет первое. И что дает нам ширина? Смотрите, когда мы заходим на любую доску, будь то это бронзовая, серебряная, представьте, там в центре стоит семь участников, за которыми идут команды. И если каждый из этих участников дожидается только двух своих личников, это одна скорость. А представьте, если у каждого из этих участников не по два, а по четыре, а может и по шесть личников, и все эти личники слетаются на эту доску, а у этих личников есть и еще свои личники там с глубины. Просто представьте, какая скорость закрытия будет таких досок, когда у нас вот именно большая, вот эта первая линия, ширина, там четыре-шесть человека, она дает хорошую скорость. Остальное потом можете там в глубину ставить. В принципе, шесть человек – это такой хороший задел, когда вас толкают либо две веточки, а когда вас четыре, либо шесть толкают, ручейков, да, сливаются в одну реку, какой будет мощная река. Да, действительно, очень. Так, спасибо. Есть еще вопрос? У меня вопрос. Здравствуйте всем, Вячеслав. Я хотел бы спросить, вот у нас есть, мы видим в Телеграм-канале, чат какой-то появился, подарки от Убунта, да, где мы видим там и видео есть, материалы все, и даже сейчас они уже стали делать, что приглашают вообще без денег, да. То есть, вот это как с нашим проектом, это что-то совместимое или нет? И что это за проект такой? Знаете, наверное. Ну, честно говоря, чатов очень много сейчас, особенно по Убунту, да, кто-то делает свои командные чаты, кто-то делает команды на несколько команд разбиваются, мы не можем проследить за всеми, проконтролировать всех, да, кто как ведет, какую командную игру ведет, и кто что транслирует в своей команде. Кто-то говорит, только все заходим с 12 с половиной, кто-то говорит, только все со 100 долларов заходим, кто-то говорит, и туда, и туда идем, понимаете. Кто-то вот таким образом пытается набрать себе народ, которые говорят там, мы вас бесплатно будем на 12 с половиной подтверждать, и так далее. Бывали такие новости, что до нас прилетали, что оказывается уже в Убунту там расстановка все, во всю ходом идет, а мы даже ни сном, ни духом, да. И такое у нас было, и давали ссылки совершенно на другой проект людям реферальные. Поэтому смотрите, именно у нас есть официальный чат, да, который мы запустили, где люди могут общаться и получать оттуда первоочередную информацию. Потом еще будет канал, конечно, официальный, от Убунты, когда уже запустится платформа, где будут самые актуальные новости. Вот, и, соответственно, если у вас какие-то сомнения, лучше спросите где-то у вышестоящих, у лидеров, так ли это, достоверна ли эта информация или нет. Сейчас много роликов еще. Сами люди, кто умеет делать ролики какие-то, делают. Молодцы ребята, в принципе, да. Официальных еще не PDF-файлов нет, не видео официальных от Убунту нет. Поэтому люди, кто-то, чтобы донести своей команде, пользуются этими видеоинструментами и делают именно для своей команды. И, конечно, это все копируют там и друг к другу отправляют. Некоторые ролики там, да, достойны внимания, некоторые где-то искаженная идет информация уже под своим соусом. Поэтому смотрите внимательно прежде, чем что-то отправлять в свою команду. Спасибо. Вячеслав, хочу еще добавить, да, вот, как по идее законы вселенной, да, говорят. Может, меня кто поправит, может, я неправильно говорю. То есть сначала, чтобы получить, должен что-то подарить, отдать. И вот я просто, вот, про который сейчас ты говоришь, ну, я есть там, да, просто слежу, кто, что занимается. И вот, как это выглядит? То есть человека приглашают, не знаю, на 12 с половиной, и человек ничего не дарит. То есть, соответственно, он не дарит, не отдает себе на ничего. И, то есть, что он может получить? Ну, вот я, как бы, ну, может, я что-то не понимаю в этом. То есть другие люди за него подарят, поставят его, грубо говоря, посадят его себе на шею, пронесут до легенды, и все. Ну, это такие, я называю их, халявщики. И, ну, не знаю, насколько долго их пронесут на плечах, потому что это тоже груз. Это, представляете, всю команду такую всем дарить, на 12 с половиной всех ставить, всех вручную. Мы сами никто не работают, не приглашают, и все это, там, один-два человека, ну, и хватит, может быть, там, на месяц, на два, а дальше просто структура разрастется, они просто физически не вывезут, а все просят, все плюнут, и, ну, люди останутся ни с чем. Вот, к этому лично мое мнение. Ну, и тут больше, вот, тот, кто ничего не отдает, он, соответственно, в итоге ничего не получит. Ну, это лично мое мнение. Да, Андрей, ты тут, я с тобой тоже солидарна. Законы Вселенной, они как и законы, там, притяжения, еще что-то, да, там, физики, их никто не отменял, и они существуют, и, соответственно, это мы не можем, да, получить урожай, пока мы, там, ведро картошки не закопаем в землю, мы не сможем, там, пшеницу собрать, пока мы не раскидаем ее по полю. Это вот, это все те невидимые духовные законы, которые действуют, независимо от того, верим мы в них, их не верим, знаем мы их, не знаем, понимаете. То есть, и здесь срабатывает то же самое. И люди это, когда пытаются на вот эту вот бесплатную какую-то, затащить людей, мы же понимаем, что, то есть, они этот рычаг используют, потому что у них нет другой возможности, да. Если, например, человек сильный, он не будет к себе вот притягивать вот именно такой контингент, который хочет пойти на эту халяву, еще что-то, кому она интересна. Он лучше поработает и так донесет информацию до людей, покажет ценность этого продукта, да, ценность этого всего движения, и тогда, когда люди поймут эту ценность, они, конечно, будут действовать по-другому. То, что нам досталось бесплатно, мы это никогда не ценим, это уже на разных опытах, даже не говоря про движение там подарков, это везде в жизни, посмотрите, как это происходит, когда люди начинают это обесценивать, ну и результат будет соответственный, поэтому имейте в виду, что вы пойдете на доску и будете стоять в этом окружении, которые все пришли для того, чтобы их бесплатно подтвердили. То есть, если вы, конечно, хотите находиться в таком окружении, то это ваш личный выбор. Здесь, да, мы не из позиции осуждения, еще что-то это показываем, но у людей, благо, есть выбор выбирать себе и команду, и лидеров, и наставников, и где они хотят все-таки двигаться и развиваться. Спасибо. Просто понимаете, наши люди, вот я, допустим, приглашают людей, они говорят, а мы уже, говорят, здесь, или нас приглашают вот сюда, понимаете, вот именно вот в этот проект. Вот чем отличие того проекта от этого, да, и как мне сказать, что вот основное еще, вот наше, это вот как бы основное, чем вот этот проект, или что, как вот людям это все разъяснить и объяснить, что где нужно находиться им, тут или там, понимаете? Вы же запретить там не можете ничего, да, там сейчас я смотрю, сегодня у него 755 человек у них, буквально за неделю там, или за две, выросло. Вот, то есть, вот такие чаты, может быть, будут еще какие-то появиться, и это для нас, для нашего проекта, для нашего, я не знаю, это будет, наверное, не есть хорошо. Я понимаю, что мы ничего сделать не можем, поэтому вот так. Вячеслав, ну тут каждый выбирает свое личное предложение. Я говорю, что они, ну, найдутся люди, которые, да, готовы пойти на пассив. Но вот как сейчас Светлана говорила, то есть, такие люди не будут ценить это движение. То есть, грубо говоря, меня позвали, за меня подарили, меня поставили, очередь, мне нашли публично. И в итоге, зачем мне работать вообще? Зачем мне потом искать людей? Если за меня подарили все, пригласили, и потом мне еще денежки в аэроброд положили, только мне осталось проглотить еду, и за меня проглотят их пожилю. И, ну, если взять опыт предыдущих, да, африканских досок, то было, что составлялись все пассивщиками слева, справа, и в итоге работать некому было, приглашать. И такие доски останавливаются. Я говорю, что вот таких людей понаставят до поры до времени, а потом просто картоструктура разрастется, побросают эти структуры, то есть за счет этих людей, пассивщиков, они продвинутся на какие-нибудь доски серебряные, золотые, и дальше эту всю структуру бросят, потому что эти пассивщики приглашать никого не будут, потому что они шли чисто на пассив, и за них лидеры устанут работать, потому что очень большая будет структура, и, ну, в итоге это все, мне кажется, остановится. Поэтому тут каждому выбирать и туда не идти, туда, вот как Светлана говорит, выбирать, то ближе с кем больше, ближе люди, с кем работать, с кем в команде, вот здесь, наверное, ответственность каждого перед самим собой, то есть, потому что чатов много, зовут, всякие, там, у нас лучше, потому что так-то так, другие пишут, нет у нас лучше, потому что так-то так, поэтому тут, как бы, включать здравый смысл, и, как бы, не бегать туда-сюда, а как-то взвесить все, понять, что здесь лучше, как говорится, бесплатный сыр в мышеловке, только, поэтому, вот, как Светлана твой, то есть, надо сначала посадить, чтобы потом собрать урожай. Ну да, все правильно, ну вот, они показывают нам антирекламу, да, в основном, вот такие проекты, значит, может быть, нам какую-то рекламу, и побольше рекламы нам какой-то давать, вот, тогда, вот, у нас пойдет, ну, естественно, все понятно, будем работать, будем людей приглашать, конечно, к нам, вот, и будем ждать, ждать старта. Спасибо вам большое. Я могу еще пару слов сказать. Смотрите, все дело в том, что если эти люди не присутствуют в нашем сообществе, это нас не волнует. Нас гораздо больше волнует то, что есть некоторые, кто присутствует здесь, понимаете, и находясь в нашем сообществе, где, ну, и мы находимся, может быть, все-таки какие-то правила установить такие, ну, не только пригласить двух человек и сделать подарки на медной и золотой доске, а может быть, все-таки, чтобы вот такое не допускали у нас, как пригласить бесплатно и это, ну, это уже нарушение правил, или, может быть, я не права, потому что здесь как-то, ну, некорректное отношение к партнерам, те, которые стараются и делают все для того, чтобы пригласить качественных таких людей, которые действительно будут двигаться с нами и создавать общее движение, ну, естественно, такое, как благотворительность, а здесь вообще никакого о благотворительности не идет речи тех людей, которых заманывает просто зайти без всякой оплаты, потом пройти круг, вы знаете, да, пройти круг и отдать деньги семи, ну, вот этим участникам, и эти семь участников тоже заходят бесплатно, а этот участник, который зашел бесплатно, первый, он должен пройти еще один круг и, выходя из легенды, только тогда он может зайти на сто, на нашу бронзовую доску, ну, во-первых, здесь лукавство, ну, чистой воды, то, что человек на предстарте, он потеряет очень много времени, ну, и фактически он ничего не выиграет, что он выиграет, сделает два круга, лучше уже, действительно, ну, минимальная сумма, уже, ну, как можно еще меньше эти 700 рублей, людей, ну, действительно, любой человек может найти, хотя я рекомендую, конечно, на 100 заходить, потому что, ну, на самом деле, намного больше преимуществ, но если у человека не получается, он может дойти на 12, поэтому, я не знаю, вот Андрей, Светлана, как вы считаете, может, действительно, какие-то правила, ну, должны быть более жесткие у нас, вы не допускали такие вот моменты, что зайти бесплатно, у нас же нет таких правил, зайти бесплатно, или, может быть, я очень жестко по отношению к таким полярщикам, но я человек, который уже валиния, это стратегия его команды, да, то, что он к нам зарегистрировался, то, что он подарит, и то, что люди будут его заходить под таким, так скажем, под таким правилам, и будут те легенды получать эти подарки, как бы, от этих людей, то есть, это будет все работать, единственное, только что стратегия у него другая, так скажем, или у них, не знаю, да, может быть, их там несколько, вот, поэтому запретить, как мы можем ему, если он же не махиначит, он же не делает, мультиаккаунты, то есть, он делает все по правилам, по маркетингу, а единственное, только что, он делает это в своей структуре, да, или подтягивает под этим соусом, я просто думаю, что пройдет короткое время, Андрей сказал, и человек просто-напросто устанет и поймет, что он допустил какую-то определенную ошибку, что он был просто-напросто неправ, вот и все, сейчас, а люди, которые находятся там в этих чатах, они находятся и в наших чатах, и они слушают сейчас, и нашу запись они тоже прослушают, и люди поймут, что на самом деле, ну, под другим соусом просто подтягивают людей, с другой стороны, раз люди заходят, вот эти, которые даже не способны, даже сделать подарок на 12.50, Ангелина, Андрей, нафига они вам нужны? Вот они вам нафига нужны? Вот этот геморрой, извиняюсь, брать на свои плечи и тащить эти гробы. Андрей, я не об этом говорю, просто людям, если объяснить нормально, они понимают, ко мне приходят, спросить люди, нет ни одного человека, чтобы на 12, все заходят на 12. Ну, хорошо, но объясняй, вот и все, ты делай правильно, выполняй условия, ты правильно, и все, ты делай это правильно. Ну, вот в данной ситуации, в данной ситуации мы запретить то, что он там внутри у себя делает, мы не можем. Да, смотрите, это просто отнимание времени и борьба с ветряными мельницами, как я всегда говорю, да, мы не проследим, кто как в своем чате транслирует, какую информацию доносит, наказывать, штрафовать, еще что-то, но заниматься этим у нас тоже нет на это ни времени, ни сил, ни желания, то есть человек сам потом будет наступать на свои грабли, если он не понимает через голову, как я всегда говорю, ему дойдет через другое место, понимаете, и тем людям, которые пытаются пойти по этой стратегии, все же познается в сравнении, ну, сходят они по этой стратегии, у кого-то что-то получится, у кого-то может разочаруются, но зато уже не будут совершать больше таких ошибок, поэтому пусть делают свои ошибки, пусть набивают они свои шишки, мы им показываем правильный путь, мы им показываем правильную дорогу, но хотят они ехать в объезд там по своим кочкам, но пусть они и едут туда, в итоге-то все равно они придут к тому результату, что надо делать вот так, они по-другому, по-другому это не работает. Да, все, друзья, закроем эту тему, уделяем внимание этому, на самом деле. Как говорится, не пробуй поменять мир, а поменяй просто отношение свое к этому миру, вот это вот, про это, наверное. давайте не будем задерживать Андрея и Светлану, давайте уже, еще если вопросы есть, даем, если нет, тогда отпускаем Андрея и Светлану и идем спать. Там кто-то, Мурат, по-моему, три семерки, руку поднял, или это так, в чате? Я что-то не вижу, никого поднятия, круг, поднимайте, не знаю, включайте микрофоны, по одному, задавайте вопросы, если есть. Я лично не вижу ни у кого рук. Если рук нету, тогда Андрей, Светлана, спасибо вам большое, что уделили свое время, пришли к нам на видео встречу, так сказать, познакомились с нашими участниками и наши участники группы с вами. Большое спасибо, ждем в общем запуск наступление. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пригласили Андрея. Всем удачи, нам большого терпения, ребят, и я думаю, в скором времени мы уже увидимся на досках, все вместе будем дарить подарки, получать, наслаждаться этой эйфорией, поэтому всем удачи и ждем, конечно, этого момента. Огромное спасибо. Всем до свидания. Всем пока. До встречи. До встречи.